Военно-спортивный лагерь Норд в этом году отмечает юбилей 10 лет со дня образования. На сегодняшний день он имеет свою обустроенную базу, квалифицированных инструкторов и программу работы, которая была признана лучшей на областных конкурсах. Работают инструктора, здесь ребята работают по мастер-классам, обучаются альпинистскому делу, туристическим навыкам, военным навыкам. К нам приезжают гости, которые мы сами проводим, во-первых, мастер-классы, и к нам приезжают еще дополнительные гости, которые проводят мастер-класс по парашютному спорту, по выживанию. То есть специалистов приглашаем, военных специалистов. Уже первая встреча с лагерем производит незабываемое впечатление. Режим там не как везде. Детей учат дисциплине, организованность и стойкости. За каждый пройденный сезон ребенок получает знак отличия – фирменную бандану и футболку. Ну а самые преданные в будущем становятся инструкторами. Всего в лагере две смены по 40 человек. И удивительно то, что девочки с не меньшим энтузиазмом посещают лагерь. Так Мария Кукина в Норд приезжает уже в пятый раз. Говорит, что не представляет отдых без спорта и без новых друзей. Это спортивный лагерь, тут интересно. Мы занимаемся физплаготовкой, тренируемся. Я, когда прихожу домой, у меня чувствую себя намного спортивнее, чем была до этого. И также здесь очень много игр интересных. Мы играем в лесу, прячемся, узнаем местность. Также у нас проходят мастер-классы, на которых мы устраиваем много нового. Без день учить не дадут. Как говорится, лучший отдых – это смена деятельности. Повара готовят вкусную пищу. Вожатые заботятся о детях и их активном отдыхе. Здесь очень весело. Здесь каждый день какая-нибудь новая программа. То есть ты не знаешь, чего ожидать. И это тут на протяжении всего лагеря создается какая-то интрига. И плюс еще тебя ищут прятаться, у тебя строевая подготовка, у тебя ориентировка на местности, сборка-разборка автомата, стрельба. Это очень весело и интересно. Организаторы ежегодно готовят что-то новое для своих воспитанников. Впереди еще много интересного. Вторая смена начнет свою работу в августе. Продолжение следует...